Доброго времени суток зрителям и гостям нашего канала с вами россии и мы продолжаем рубрику геймплей летсплей и сегодня у нас игра age of empires 2 ребятки я просто лазил по своему каналу и увидел самое первое видео из рубрики ностальжи и многие из вас как многие самые активные подписчики нашего канала оставляли свои предложения по поводу флокки игр сыграть и вот в общем это одна игра из того списка значит правда единственное отличие что я нашел age of empires вторую часть но hd edition это для того чтобы как бы более свежая графика была для тех кто не знает эта игра была выпущена в 1999 году если я не ошибаюсь 30 сентября ее релиз состоялся это стратегия в реальном времени то есть ртс к мы начинаем в одной эпохи развиваемся и так далее и так далее идем по нарастающей сейчас мы с вами поиграем обычную игру то есть стандартную игру мы с вами с давать и сыграем за конечно же за славян это не у нас против эфиопов жалко что здесь нету давайте против китайцев и против мануолов что ли вот так вот каждый в общем сам за себя в собственно и начинаем игру надеюсь не очень громко будет не очень громко надеюсь будет сама игра пока ждем почему-то она у меня не отвечает она сломалась наверно нет не сломалась и так ребятки начнем с давайте сначала сразу наверно сделаю немножко на всякий случай потише скорость игры быстро давайте немножко потише сделаю звук чтобы нам не мешал вам слушать мой прекрасный голос который сладко словно мед в общем что у нас есть ратуши наши стандартные носить крестьяне изначально давайте построим дом сначала мы с вами построим дом для того чтобы мы могли больше людей рекрутировать возьмем еще крестьян закинем озвучка конечно не знаю как у других фракций но именно у славян нет ребят я все-таки включу вам звук вы должны это слышать звук вы должны пишите их не диалог то есть они такие говорят как я понимаю с древнеславянским таким типа акцентом немножко слова коверкают нам надо найти так давайте сразу рекрутируем хлопцев собиратель вот у нас есть кущи значит давайте поговорим о ресурсах которые здесь у нас есть может кто не знает значит у нас есть дерево у нас есть запасы пищи золото камень и соответственно население которое нужно повышать с помощью который нужно повышать с помощью домов пищи у нас может добываться разными способами первое это собирать плоды с кустов это охотиться на диких животных это вот забивать к примеру домашних животных это все дает мясо или же можно построить ферму на которой выращивать какие-то хозяйственной культуры и соответственно оттуда получать еду но в общем есть разные варианты по добыче еды дерево соответственно рубится с дерева камень это есть залежи камней залези золота аналогично ставится специально добывающие каменоломня скажем на которую ближе носить то есть как и во всех арте с как того времени все ресурсы которые добываются не сносится на какой-то склад если по умолчанию нету склада скажем конкретного узко специализированного то они носят в командный центр то есть нашу рад уж так давайте у нас значит три человека у нас носят еду давайте добавим еще одного четыре человека у нас занимаются деревом у нас есть разведчик по умолчанию который нам поможет открыть карту сейчас мы находимся в темных веках то есть понятно что мы еще такие совсем вот вражеский разведчик кстати зелененький у нас был не помню кто камень есть где-то неподалеку наверно должно быть еще и золото кабан дикий так посмотрим я думаю пока никакого вооруженного конфликта не будет у нас не хватает пищи надо всех пацанов наших ехать на пищу вот и золото кстати нашел то есть соответственно в каменном веке у нас есть определенные виды построек которые мы можем построить зданиях она ограничена немножко и военных зданиях чем больше у нас развита наша культура ну точнее мы чем большего прогресс у нас по темный век потом там дальше я не понял какой это есть чем больше мы развиваемся тем больше у нас появляется дополнительных зданий которые мы можем строить мы нашли в принципе уже два основных наших ресурсов давайте это где-то от балды поедем посмотрим где там вражины нашу находится нам бы побольше еды мы не слишком далеко носят ребята слишком далеко носят давайте наверно сделаем вот так сколько у нас там на дно у крестьяна 50 тысячи то есть мы только двоих можем сделать сейчас они еще притаскаю чуть-чуть кошмар так что тут у нас о это у нас желтый это кто это монголы монголов уже есть фирма как вы видите то есть они более умнее меня они поставили фирму рядом с ну па сейчас мы овечек по захватываем все это это рейд пацаны это рейд мы захватили короче овечку мы ее уводим отсюда и так будет с каждой овечкой которая будет ходить нашей территории то есть монголы поставили фирму ближе к кустам и соответственно быстрее получают мы наверно так сейчас тоже сделаем так вот мельницу поставим так будет лучше во первых им ближе будут носить а соответственно раз ближе носить то ой еще одна овечка а чем ближе носить тем быстрее будет добавляться нам еда а наших дровосеков мы сможем построить лесопилку где-нибудь вот здесь чтобы они могли обрабатывать ближайший лес в принципе все логично так с этим у нас все понятно значит мельницу как очень все кусты вырубим мы вокруг мельницы поставим кучу полей поставим на автозаполнение чтоб она постепенно сама как бы восстанавливалась использованная поля скажем так и в принципе у нас уже с едой проблем не должно будет быть если что можем поставить еще одну мельницу и так далее ну это уже таких в далеких перспективах развития скажем так так как это ознакомительное видео ребят я не буду как бы долго в эту игру рад мы сейчас с вами попробуем перейти в следующий век соответственно и наверное на этом закончим для этого что-то нам нужно чтоб перейти сейчас крестьянина перекрутируем и посмотрим кстати он вражина поехала на это время на этот момент красный был это кто это кто это кто это у нас эфиоп кстати я не вижу он черный или не черные они должны быть черные или это приколик не ты посмотрите он уходит в моих овец ах ты подлюка это мои овцы не на вы видели наглость какого хотела мельховец забрать так что там у нас чтобы перейти на следующий век а вот феодальная эпоха нам недостаточно пищи нужно 500 пищи и два здания темных веков ну у нас два здания есть осталось только собрать 500 пищи давайте пока тем временем с пацанами построим чуть-чуть домов потому что у нас уже лимит так и ты хочешь мельховец тронуть не дам мои овцы она здесь вообще падла убью тебя ты кто китайцы и чидзен какой-то да он уводит мельховец под люка все овцы мои да а ну мочите его козла ладно стройте дальше дом 385 тем временем мы собрали мы собрали все возможную еду из кустов теперь соответственно наверно сейчас мы построим фермы вот так мы их посеем эти фермы а потом пожмем вот на ферме у нас кстати идет дерево на дерево у нас вроде пока как есть и вот так ну конечно криво но ничего так идем рудокоп давайте туда пару крестьян и будет как раз в самый раз ребятки так пошел-пошел-пошел процесс вот еще пару рудокопов ну я как бы не спешу устроить никакое войско потому что ну пока нету в этом смысла я играю против слабого компьютера ну против обычных компьютеров не крутых не против людей соответственно куда спешить это люди знаете любят сразу делать зеркраш самом начале поэтому мы так делать не будем и компьютер тоже так делать не будет поэтому можно спокойно развиваться не соответственно мы сейчас сами переходим на феодальную эпоху немножко посмотрим какие здания у нас добавятся феодальной эпохи и на этом это будем заканчивать наш обзор этой игры напомню что игра очень старая но нам реально прикольная поэтому кто не играл обязательно поиграйте и ребятки ставьте свои лайки ставьте свои комментарии проявите какую-то активность на канале что ж вы что же вы мне без ножа режете вы хотели эту игру посмотреть да я немножко задержался но я ее все-таки сделал ребята мы же с вами жили дружно давайте кстати у нас сто человек очень приятно очень классный что мы достигли этой цифры если я не ошибаюсь сотым подписчикам у нас стала девушка алифакис я бывает порой тоже сижу на ее стримах смотрю вот так что теперь нас 100 человек давайте когда-нибудь возьмем и 200 как поздно и 200 возьмем конкурс какой-то проведем ну это такое собственно феодальная эпоха наши здания соответственно модернизировались мы стали чуть-чуть по пизжу появились дополнительные исследования которое можно исследовать и улучшить у нас появится в здании кузнецы рынке соответственно здесь у нас появились всякие возможности строить аванпосты вышки и так далее то есть мы серьезно теперь уже можем развиваться этот козел смотрите это китай да не там англ монгол забирает моих овец я забрал обратно следующее у нас эпоха это замковая но мы к ней уже идти не будем потому что тоже будет сильно долго и сильно нудно спасибо всем кто был с нами кто смотрел это видео я старался для вас с вами был rossi это был канал роли game онлайн приходите к нам еще обязательно поставьте там нажмите на колокольчик чтобы быть в курсе когда выходит наше видео всем пока и до скорых встреч